Здравствуйте на телеканале РБК Омск. Новости в студии Владимир Киселев. Смотрите в этом выпуске. Бюджет, латая дыры в стенах пятиэтажек. Пожелания свыше. Кто радуется Новому году больше – дети или взрослые? Торговые дома Омска снова стали жертвами телефонных террористов. Так, семейный торговый центр «Мега» оказался недоступен для покупателей. Вслед за «Мегой» эвакуацию объявили в других торговых центрах. В социальных сетях упоминается в том числе и фестиваль. В полиции ситуация пока не комментируется, а сообщается о том, что совместно с сотрудниками управления ФСБ и Росгвардией проводят проверку. Известно, что также эвакуация торговых центров идет в Томске. Напомню, что это уже третья волна звонков о якобы минировании общественных мест. Первые случаи массовых звонков зафиксированы в Омске 10 сентября, после чего волна ложных минирований прокатилась по всей России. Вторая эвакуация покупателей торговых центров и сотрудников административных зданий прошла 7 ноября. Число должников, которым может быть отказано в выезде за пределы Российской Федерации, снизилось перед Новым годом. Об этом сообщили судебные приставы. Однако в ведомстве рекомендуют не рассчитывать на чудо и заранее навести справки о наличии запретов и долгов для того, чтобы беспрепятственно пересечь границу. Сделать это необходимо не позднее, чем за 10 дней до запланированной поездки и при наличии долгов погасить их. Это можно сделать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России в режиме онлайн через различные электронные платежные системы. Кроме того, о наличии задолженности можно узнать через приложение «ФССП» для мобильных устройств. С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте также можно распечатать квитанцию для оплаты и оплатить долг непосредственно в банке. В соответствии с действующим законодательством временное ограничение снимается не позднее, чем на следующий день после оплаты, то есть спустя сутки. Но приставы уточняют, в экстренных случаях они могут помочь гражданам решить проблему значительно быстрее. Стоит отметить, что в этом году была увеличена минимальная планка долга, из-за которого можно попасть под запрет до 30 тысяч рублей. Однако алименщиков это правило не касается. Невыездной порог для них остается на прежнем уровне – 10 тысяч. С нового года амичи станут богаче. Прожиточный минимум в регионе вырастет, правда, незначительно – меньше, чем на 1%. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков. В 2018-м прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 9 тысяч 760 рублей. Для детей – 9 тысяч 399 рублей. Для пенсионеров эта величина – 7 тысяч 386 рублей. В Омске завершен ремонт едва не рухнувшей пятиэтажки. В мае этого года кирпичная кладка здания по улице 50 лет профсоюзов стала вываливаться. Однако признавать дом аварийным городские эксперты отказались. Ведь это автоматически означало бы, что всех жильцов пятиэтажки нужно за счет городского бюджета обеспечивать новым жильем. Весной в мэрии заявили, что ремонтом должна заниматься управляющая компания. Однако коммунальщики, не желая связываться с проблемной хрущевкой, просто отказались от аварийной пятиэтажки и ее жильцов. Разобраться с вопросом, кто и за чей счет будет восстанавливать стену, удалось только несколько месяцев спустя. В итоге сам ремонт закончили в канун новогодних праздников. Как сообщили в областном правительстве, за два месяца подрядчики выполнили работы по устройству кольцевой стяжки с первого по четвертый этажи, демонтаж и полное восстановление несущих стен пятого этажа, кровли, а также внутренние отделки пострадавших квартир. Работы выполнены качественно. Специалисты министерства и администрации Омска контролировали ход ремонта. Несмотря на то, что восстановление пришлось на зимний период, подрядная организация оперативно произвела технологически сложные работы. Благодаря чему жители верхнего этажа встретят Новый год в своих квартирах. Общая стоимость проведенных работ составила 7,5 миллионов рублей. Средства были выделены из регионального резервного фонда. 12 семей, пережидавших ремонт у родственников и в домах временного проживания, смогли вернуться в восстановленные квартиры. Культура спасает жизни. В 2018 год МЧС объявлен годом культуры. И следующие 12 месяцев спасатели намерены прививать омичам привычку к здоровому и безопасному образу жизни. Особое внимание профилактике. Чрезвычайные ситуации по возможности нужно предупреждать, нежели заниматься ликвидацией их последствий. А потому одна из главных задач на следующий год – повысить общий уровень знаний горожан и сделать популярным среди омичей поведение, которое подразумевает ответственное отношение к собственной и чужой безопасности. Впрочем, положительных результатов удалось добиться и в этом году. У нас в течение года серьезная положительная динамика по снижению количества пожаров, по снижению количества гибели людей на них. И это отрадно отмечать. На протяжении уже, наверное, десятка лет мы количество пожаров техногенных снижаем, снижаем, снижаем. И я вам более того хочу сказать, что важно то, что снижается количество пожаров в жилье. Подведя итоги уходящего года, спасатели напоминают о безопасности и настоятельно рекомендуют выполнять соответствующие правила жителям области и Омска, особенно во время новогодних празднований. В МЧС призвали омичей соблюдать правила безопасности во время запуска фейерверков. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по номерам службы спасения МЧС-101, полиции-102 или скорой помощи-103. Омские ДК, театры и парки проверили на безопасность накануне праздничных мероприятий. Все 20 площадок успешно прошли контроль. С середины декабря специалисты проводили инструктажи по пожарной безопасности, а также уделили особое внимание гирляндам и другому световому оборудованию. Кроме того, горки в различных парках также прошли строгий контроль. Но избежать жаркой дискуссии между омичами не удалось. Причиной споров стала горка в советском парке городка нефтяников. Так горожан возмутило то, что на одной из горок взимается оплата за спуск. О том, почему за бесплатное развлечение приходится отдавать деньги, поговорим прямо сейчас с директором парка имени 30-летия ВЛКСН Константином Лукашевичем. Константин Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как омские парки готовятся к новогодним праздникам, как обеспечивают безопасность и так далее. Омские парки, безусловно, ждут наших жителей и гостей на новогодние праздники. И, пользуясь случаем, мы их всех приглашаем и говорим об этом. И подготовка началась уже задолго, потому что мы видим результат тот, который есть у нас в парках. Это открытый ледовый каток. 15-го числа построены горки, прошедшие выходные, когда открытие новогодней елки прошло в 30-летии ВЛКСН. В парке Советском окружная елка была открыта абсолютно на днях. В саду Сибирь открыта окружная елка. Все пространства, которые относятся к парку 30-лет ВЛКСН, готовы к празднованию Нового года. Безусловно, основным праздником, который будет эта новогодняя ночь, которая будет проходить в парке 30-лет ВЛКСН, начнется мероприятие с 23 часов и закончится в 3 часа. Организована хорошая концертная программа. Культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь. Привлекается общественный транспорт для того, чтобы людей доставить в парк и увезти обратно. Всю эту информацию можно найти на сайте администрации, на сайте парка в интернете, в сети интернете. Или позвонить просто в администрацию парка и уточнить все моменты, которые будут интересовать жителей. Безусловно, не останутся без внимания после новогодние сразу дни, когда праздничные дни, выходные. Это с 1 по 8 в парке 30-летия будет организована культурно-массовая программа, которая будет проходить на центральной эстраде с 14 часов. В Саду Сибирь 3, 5, 7 будет проходить тоже мероприятие. В парке Советском в те же самые дни 3, 5, 7 числа в 14 часов будут культурно-массовые мероприятия. Ну и, безусловно, воспользоваться теми площадками, которые есть в парках, во всех абсолютно. Они, в принципе, однотипные, могут только отличаться объемом. Это обязательно горки, самые востребованные зимой, зимние развлечения для всей детворы. Ну и взрослые тоже очень часто пользуются вот этими услугами горок. Обязательно лыжня, которая организована в 30-летии в ЛКСМ, 3,5 километра. В парке Советском такая же, в парке Советском даже она более профессиональна, потому что там прямо занимаются спортсмены, там очень хороший рельеф, позволяющий это делать. Сразу уточню, можно арендовать инвентарь, чтобы покататься на лыжах. Да, прокат организован и в 30-летии, и в Саду Сибирь, и в парке Советский. Можно взять и лыжи, коньки в 30-летии можно взять на прокат, так как организован ледовый каток. Но и, безусловно, те принадлежности, которые для того, чтобы кататься на горках. Есть такая услуга замечательная, которой и жители задавали такой вопрос, можно ли будет покататься на оленях. Можно. В парке Советском и в парке 30 лет в ЛКСМ эта услуга у нас есть. Накануне в социальных сетях между мечами разразился скандал, споры жаркие о том, что одна из горок в Советском парке, если не ошибаюсь, она оказалась платной. Почему необходимо сделать прокат на горки платным? На самом деле, если убрать все эмоции из того, что пишут в сети интернет, в принципе, анализ этот очень хороший и полезный для нас, для организаторов. Но статистика. У нас в парках 30-летие больше 20 горок. И эти горки все бесплатные. И та горка, которая заявляла, что она платная, на самом деле там платный прокат. Тюбинги, которые сдает арендатор в аренду. А горка сама, она как была бесплатная, так и остается. Единственный момент, который я хотел бы подчеркнуть, и вот в соцсетях, вот листочек у меня не случайно лежит, мне очень понравилось одно выражение жителей города Омска, который конкретно пишет о том, что, дорогие мои, что изменилась ситуация вообще в стране, изменилась ситуация в законодательстве, что если раньше можно было спускаться там, где захочу, там, где мне понравилось, то сейчас предприятие, которое осуществляет хозяйственную деятельность, оно несет за это ответственность. Поэтому наша граница ответственности – это людей предупредить, что здесь опасно. Поэтому появляются такие надписи, что спуск опасный, что будьте осторожны. Это наша обязанность как предприятие. А о том, что вот эта горка обсуждается, что она платная, она сделана экстремальной. С 2016 года вышел ГОСТ. 56, даже я вот цифру назову, 987 от 2016 года. Если кому-то интересно, могут посмотреть, почитать его. Все горки, которые организуются, они подведены под ГОСТ. То есть я, как хозяйствующий субъект, должен горки сделать все так, как положено по стандарту. То есть должен быть уклон определенный, безопасные спуски, безопасный выкат, должно быть организовано освещение. Если этого не соответствует, следовательно, я, как хозяйствующий субъект, должен поставить знаки, что опасный спуск. Поэтому такие знаки и стоят в парках. Но в парке советском, там, где сейчас обсуждается, сейчас достаточно горок для того, чтобы кататься. Вплоть до того, что и эта горка, которая сделана, экстремальная. Она экстремальная. На ней кататься на санках, на каких-то других приспособлениях нельзя. Поэтому там разрешает предприниматель кататься только с сертифицированных вот этих ватрушек или плюшки, как они у него называются. То есть нет такой возможности прийти со своим тюбингом и спуститься вниз. Да. Она экстремальная. И идет под грифом аттракцион. Вообще все горки, они как аттракционы сейчас идут. Поэтому он несет ответственность по договору за спуск с этой горки. И если что-то произойдет, он будет выплачивать компенсацию. Поэтому он на нее просто лишь напросто с нетестированным оборудованием не запускает. Вот и все. Все остальные горки в парке, они доступные и бесплатные. Но все равно я бы хотел обратиться, пользуясь случаем, к зрителям о том, что будьте осторожны. Потому что факты в 30-летие, когда приходят на горку, которые четко прописаны правила, четко обозначены, как себя должны вести, приходят на металлических санках. И вот с наших шестиметровых горок, достаточно опасных, спускаются вот на этих санках. Естественно, что мы делаем замечания, что стараемся, чтобы такого не происходило. Потому что он представляет опасности себе и окружающим. Поэтому мы принимаем меры для того, чтобы пришел ребенок в парк или родители, чтобы они были здоровы и все с хорошим настроением. Константин Александрович, я думаю, после нашей с вами беседы все посетители парков поймут, что в первую очередь руководители думают о безопасности этих самых посетителей. Давайте на этом завершим нашу беседу. Спасибо большое за то, что пришли. Стоит отметить, что в советский парк приглашают и любителей подледной рыбалки. Администрация гарантирует безопасность тех, кто находится в поисках спортивного азарта. Напоминаю, что в гостях студии телеканала РБК «Омск» был директор муниципального предприятия города Омска парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич. А мы переходим к другим новостям. Пока омичи будут пить шампанское, коммунальщики будут работать лопатами. Оксана Фадина оставила коммунальным службам один выходной, 1 января, и заявила, что на протяжении всех остальных выходных до 8 января будет следить за их работой лично. Как собирается отмечать Новый год сама Оксана Фадина и чего желают омичам власти города, смотрите в нашем следующем сюжете. Мечтайте, верьте и ждите. Пожелание главы региона под главной ёлкой области вполне может стать девизом для всего Омска в новом году. Александр Бурков призывает всех омичей к миру и дружбе. Мира среди элит, мира среди конкурентов, бизнес-конкурентов и общего духовного мира. Между конфессией, между разными национальностями, именно только в условиях мира, в условиях общности, какой-то одной цели можно достигать высоких результатов. Омск вступает в Новый год с серьёзными обновлениями в политической жизни. Внешне нужно соответствовать. Пользователи соцсетей уже оценили новогодний креатив нового мэра Омска. В администрации решили отказаться от разноцветных гирлянд из лампочек Ильича. Взамен светодиодные фонтаны. Дома же у Оксаны Фадиной свои традиции – тёплые, семейные. Когда бьют куранты, выходим, живём в частном секторе, выходим обязательно с бокалом шампанского и с мандаринкой. На холоде это очень вкусно. И смотрим салют, и обязательно выходят у нас соседи, это уже вошло в добрую традицию. Мы именно на улице поздравляем друг друга, смотрим салют, обмениваемся добрыми пожеланиями. Ну и у меня, как у хозяйки, есть тоже старая добрая традиция. Каждый год, 31 декабря, я ставлю на стол галантин из курицы с госим. Город с такой хозяйкой тоже может стать уютнее. Как оценивают вкусы городоначальницы в областном правительстве, чего желает главный финансист Омска, и почему в наступающем году дизайнеры смогут делать не только красивые, но и по-настоящему добрые и полезные вещи, обо всём этом вы узнаете в итоговой программе Марины Мальковой на нашем канале в субботу в 17 и 19.00. Сидеть! Друг принимает гостей и поздравления. Накануне Нового года в приют для животных активисты фонда имени Манякина привезли карма на 20 тысяч рублей. Хозяйка приюта Татьяна Дугина, конечно, рада. Говорит, в новом году её подопечные голодать точно не будут. По итогам голосования, которые объявил фонд, Татьяна Дугина признана женщиной года. Премия пришлась кстати. Впрочем, помочь обитателям вольеров может любой желающий. Все праздники двери приюта будут открыты для мечей. Здесь не только принимают посильную помощь. Приюту нужны карма, медикаменты, волонтёры. Но готовы сами оказать помощь в поиске друга. Их здесь более четырёх сотен. И каждый надеется в новом году обрести любящих хозяев. У нас 400 замечательных собачек, которые каждый из них ждёт свой дом. И каждый надеется, что в год собаки у них появится этот дом надёжный, добрый и любящий хозяин. Помощь также нужна и приюту «Омские хвостики». Недавно волонтёры спасли 15 собак, которые могли погибнуть в спецавтохозяйстве. В народе это бюджетное учреждение называют концлагерем для собак. Так что сейчас в приюте «Омские хвостики» более 300 животных. И за всеми нужен уход. Первыми вызвались помочь активисты «Молодой гвардии». Подробности в сюжете Людмилы Семёновой. С полными мешками подарков активисты «Молодой гвардии» идут проведать «Омские хвостики». Так ласково здесь называют бездомных собак и кошек. Корм, пелёнки покрывала бытовая химия. В приюте рады любой помощи. Ситуация в «Омских хвостиках» почти катастрофическая. После Нового года лечить и кормить четвероногих подопечных будет нечем. Мы сделали выезд ещё в ноябре. И оказалось, что они находятся в плачевном состоянии. И решили сделать большой новогодний подарок от всех нас. Приют «Омские хвостики» не получает поддержки с бюджета. И существует исключительно на пожертвования мечей. Количество животных уже перевалило за три сотни. Недавно волонтёры спасли 15 собак. Животные находились в спецавтохозяйстве и ждали верной смерти. По регламенту бюджетного учреждения, собак усыпляют на десятый день после отлова. Теперь у хвостиков наступила вторая жизнь. Многие спасённых хвостиков до сих пор при виде людей трясутся от страха. Волонтёры говорят, что реабилитация собак – процесс не одного дня. Животные поступили сюда замученными и истощёнными. Сейчас ветеринары пытаются поставить их на ноги. Также рук большая, нехватка в уборке, выгуле и так далее. И нехватка в кормёжке, конечно, большое количество. Мы всё-таки независимы от государства. Всё на пожертвования. Большая надежда на это, что год собаки побольше нам радости принесёт и добрых людей. А ещё в приюте живут брошенные кошки. Они тоже нуждаются в ласке и заботе. Волонтёры говорят, что если нет возможности забрать четвероногого друга домой, всегда можно стать крёстным или крёстной любому из животных. Просто нужно навещать его, ухаживать, кормить и, конечно, любить. Ведь главное для этих кошек и собак – стать нужными людям. Министр финансов Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить деньги в рублях. По словам главы федерального ведомства, инструменты использования национальной валюты на данный момент дают наибольшую доходность. Кроме того, глава федерального ведомства заверил, в будущем году курс рубля останется стабильным даже при возможных колебаниях цен на нефть или изменениях потока капитала. Новогодний подарок от федерального правительства. Омские аграрии получают дополнительные федеральные субсидии. Речь идёт о сумме в 490 миллионов рублей. Деньги направят на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и на создание объектов агропромышленного комплекса. В областном бюджете на эти цели предусмотрено софинансирование в размере 43 миллиона рублей. Таким образом, объём бюджетной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в Омской области с привлечением кредитных ресурсов в 2017 году, составит 1,2 миллиарда рублей. Как пояснили в региональном Минсельхозе, это позволит повысить конкурентоспособность омской продукции, укрепить финансовую устойчивость сельскохозяйственных компаний, а также ускорить импортозамещение. На этом у меня всё. Следите за развитием событий на телеканале РБК Омск, а также на сайте itv55.ru. До новых встреч в следующем 2018 году.